решил немножко раньше выйти давайте соберем здесь аудиторию постепенно дам чтобы набралась познакомимся давайте немножко себе расскажу меня зовут макс белоусов я маркетолог занимаюсь маркетингом порядка 8 лет успел поработать с тони роббинс саят шабудинов с радиславом гандапасом с артистами black star с конференцией сколково и из более чем 100 компаниями из абсолютно разных ниш у меня есть свое рекламное агентство вот сегодня я бы хотел вам раскрыть тему инстаграм упаковки и как естественно сделать так чтобы у вас от ваш инстаграм упаковки не обижали клиенты до чтобы у вас были продажи хочу договориться с вами об одной теме да очень буду рад если вы будете активничать и будете скринить этот экран тем кто выложит меня в stories к себе отметит мой инстаграм мой инстаграм небо табу в stories этого аккаунта с которой проведется прямой эфире ссылочка на меня всем абсолютно всем кто это сделает то есть еще раз кто выложит stories напишет свое мнение о сегодняшнем эфире выложит stories отметит меня мой ник это небо табу всем я скину секретную ссылочку вот эту секретную ссылочку я скину в директ что в этой секретной ссылочке значит в этой секретной ссылочке есть доступ к большому количеству бонусов до что в эти бонусы входят 10 гигабайт книг по маркетингу эти 10 гигабайт это прям ну все все что можно придумать про маркетинг там будет не только про маркетинг еще про бизнес про менеджмент все что связано что с работой психологии да дальше там будет набор таблиц для маркетолога то есть все то что требуется там при работе при просчете маркетинговых показателей при расчете обратной воронки точек касания все это будет в этих таблицах то есть супер полезный набор таблиц при расчете стратегии для маркетинга и доступ к моему 6 часовому мастер-классу где я рассказываю как искать крупных клиентов как открыть свое маркетинговое агентство делюсь опытом вот вот этот набор бонусов доступ к этому набору бонусов я скину всем тем кто отметит меня в stories и и отметит мой инстаграм вот в директ ссылочку вы получите вот не обману вас сейчас покажу как это выглядит так вот набор бонусов пожалуйста вот они бонусы вот из чего это все состоит вот соответственно там ссылочки и мастер-класс шестичасовой да очень полезно все итак в общем те кому нужно те отметят сразу скажу что это не бесплатно но очень дешево это там 97 процентная скидка на все эти бонусы и так давайте значит теперь перейдем к теме тема сегодняшней у меня упаковка инстаграм и как потерять клиента за 15 секунд в чате я скидывал может быть вы видели видео называется инста прожарка где я даю свою обратную связь аккаунтом инстаграм да то есть что нужно поменять что не так там с дизайном с оформлением с шапкой профиль и так далее и людям настолько это зашло что там я там два три выпуска таких шуточной манере сделал вот планирую продолжать тоже очень крутое упражнение на самом деле потому что предыдущие спикеры очень много рассказывали да там некоторые эфиры смотрел там про то как там описание сделать про то как там дизайн какими сервисами пользоваться да но самое важное что вы должны для себя понять это то что клиент который заходит к вам в инстаграм у него на принятие решения подписаться на вас не подписаться нравитесь и вы ему не нравитесь хочет ли он у вас купить что-то не хочет 15 секунд вот зафиксируйте да вообще круто если бы вы сейчас открыли у себя где-то блокнотик там либо ручечкой да там на тетрадке записывали инсайты либо где-нибудь там на айфоне если есть возможность на компьютере да потому что инсайта будет много так первый сайт за 15 секунд клиент принимает решение потенциальной работать с вами не работать подписываться на вас не подписываться да дальше почему до 15 секунд потому что это среднее время продолжительности сеанса в интернете у человека я это еще называю эффект сидящего в туалете человека да потому что когда мы заходим в интернет когда мы сидим в туалете когда мы едем в такси в метро когда мы едим да там параллельный там едим и смотрим новости данным проверяем инстаграм листа и то есть мы чем-то заняты параллельно да и сто процентов нашего внимания нашей осознанности она не идет на то что мы видим в интернете соответственно когда мы камеру не могу повернуть потому что иначе мне придется держать телефон соответственно когда мы пытаемся человеку что-то показать в рекламе да там показать свой аккаунт то у человека не сто процентов сознания идет на восприятие этой информации это еще я называю эффект автопилота да наше сознание наш мозг он устроен так что он работает на сохранение энергии да то есть каждый раз когда вы с утра встаете там одеваетесь там идете писаете как эти едите едете на работу эти все действия у вас происходит на автопилоте на автомате да то есть вы же не задумывается о том там как надеть носок да там под каким углом держать ложку да там чтобы поесть кашу соответственно очень важный момент что наш мозг он всегда работает на энергосбережение потому что если наш мозг будет задумываться обо всех действиях которые происходят у него в жизни вокруг нас да то он просто взорвется соответственно он все те действия которые для него абсолютно понятны да то есть они повторяются он переводит состояние автопилота очень простой пример если я вам сейчас скажу подумайте о том что вы дышите да вот сейчас вам придется контролировать свое дыхание но при этом жизни вы же не контролируете вдох вдох выдох правильно соответственно получается что мозг как бы взял под контроль это действие которое повторяется которую он знает как делать и дальше вы его не контролируете то же самое и происходит в вашей жизни в большинстве случаев когда вы что-то делаете там повторяющийся там одеваетесь раздеваетесь в туалете там за едите спите там едете на работу бывало ли у вас такое что вы читаете книгу а потом когда до конца страницы доходите понимаете что вы не помните что было в этой на этой странице если да поставьте плюсы это как раз таки про неосознанное состояние человека обычного до в жизни как включить осознанность это еще называется баннерная слепота да то есть это определенный фильтр для восприятия нашего мозга чтобы не перегрузиться таким образом как пробить баннерную слепоту как достучаться до человека чтобы до него достучаться есть определенные методики которых я буду сегодня рассказывать но проблему зафиксировали да то есть у большинства людей есть вот эта баннерная слепота и состояние неосознанности и так в этом состоянии неосознанности с этой баннерной слепотой с этим фильтром да на глазах он смотрит вашу рекламу ваш профиль в instagram да сегодня при instagram говорит как вы думаете если ему что-то непонятно сразу если скажем он не понимает что вы не предлагаете в аккаунте если он не понимает там как бы ладно не буду вас мучить перевернула так сделаю вот если он не понимает там что за продукт сколько он стоит как у получить как его заказать как вы думаете он будет сохранять ваш профиль в instagram закладки и возвращаться к нему там через неделю даже если он это сделает что маловероятно да он не вернется потому что не все сто процентов аккаунтов которые на которые вы подписываетесь да у вас показывается в ленте таким образом что мы имеем да у нас есть знаете вот есть жизни правило такое очень простое встречает по одежке провожают по уму то есть когда она мне нравится внешность человека даже если он очень крутой очень классный приятный да там за образованный да но если она не нравится внешности вас от него воняет грубо говоря да если у хреновая одежда мы к нему даже не подойдем. Соответственно, то же самое с вашими инстаграмами, где вы что-то продаете. Даже если у вас охренительный продукт, реально крутой, всем помогает, все писают все от счастья, когда его покупают. Люди просто не дойдут до покупки, потому что им не нравится сама шапка, внешний профиль, да, то есть, ну, как это выглядит. Таким образом, первое, что нам важно, да, это внешнее, как это выглядит. То есть, как выглядит наш профиль. Понимаете, да? Так, меня сейчас нормально, видно, слышно, там, поставьте плюсики. Я решил перевернуть, потому что видим, вам особо совсем неудобно было. Так, сейчас посмотрю комментарии. Так, вроде мата никакого нету, особого негатива, это хорошо. Так, пам-пам-пам. Вот, окей, отлично. Итак, продолжаем, да. То есть, мы зафиксировали, что люди находятся в состоянии неосознанности, да, что за 15 секунд мы должны клиенту, человеку объяснить, что мы ему предлагаем. Таким образом, что мы должны сделать? Второе, инсайт, который вы должны записать. За 15 секунд потенциальный клиент, который переходит к вам в инстаграм, должен понять, первое, куда он попал, второе, что ему предлагается, третье, нахрена оно ему надо. Еще раз, куда он попал, что предлагают, нахрена оно ему надо. За 15 секунд. Если у вас куча текста, расплывчатые формулировки, куча воды в описании профиля, нет никаких фактов конкретных, цифр. Хреновое качество фотографий. Человек просто берет, закрывает и уходит, а потом вы ломаете голову, почему у вас низкая конверсия с рекламой, почему там вы заказали рекламу Бузовой, а к вам подписалось 100 человек и 0 продаж. Именно поэтому, потому что люди не будут тратить время на то, чтобы догадаться, да, они не ванги, они не читают ваши мысли, они не могут определить, насколько ваш хороший продукт, если им не нравится упаковка. Соответственно, первое правило, которое мы сегодня зафиксировали, это то, что большинство людей находится вне сознанки и упаковка важна, то есть внешний вид. Второе, три вопроса, на которые клиент должен ответить. Куда он попал, что ему предлагают, нахрена оно ему надо. Дальше двигаемся. Большинство из вас совершают очень много ошибок именно в упаковке какие, то есть вы смешиваете личный аккаунт с рабочим, да, вот мне скинули там аккаунты на прожарку, на разбор, мы сегодня это разберем. Сейчас я просто говорю общие правила, которым нужно придерживаться. Если вы ставите задачу вашего профиля аккаунта продажа, то есть продажа ваших услуг, продажа вашего продукта, то вы не должны смешивать продажу и личность, то есть личную жизнь. Что я часто вижу в профилях Инстаграм, особенно у маркетологов, да, там у людей, которые там предоставляют какие-то услуги, консалтинг, там, не знаю, доктора. Вы выкладываете фотки с пляжей, там, показываете свои жопы, сиськи там и так далее. Вот представьте себе, вам нужно сделать операцию там на сердце, да, там серьезная операция. Вы заходите, случайным образом нашли этого доктора, который будет проводить операцию у вас на сердце. И вы видите, как доктор, не знаю, бухает, день на Бали, лежит на пляже голый, там, и, не знаю, там, тусит с девчонками. Вы будете доверять такому доктору? Напишите, да, либо нет. Ну, честно, только признайтесь. Либо же, не знаю, вы решили потратить миллион рублей на маркетинг, да, вычете маркетолога, вроде бы нашли компанию, да, нашли основателя этой компании, этого рекламного агентства в Инстаграме, подписались, вы смотрите фотографии, а он, предположим, не знаю, там, курит травку, да, и сфоткал, как он курит травку. Либо же, там, опять же, там, на пляже, там, в красных шортах сидит. Это реальные фотки, это реальные кейсы, я сейчас рассказываю. Фотка чувака, который сидит там на пляже в красных шортах. Это чувак, которому вы потенциально должны доверить миллион рублей. Соответственно, вопрос, опять же, будете ли вы доверять этому чуваку в красных шортах, сидящему на пляже, миллион рублей? Вряд ли. Почему? Потому что все мы понимаем, что мы люди, да, то есть, доктора тоже люди, таксисты люди, там, я не знаю, там, уборщицы люди, гардеробщицы люди, повара люди. Но когда мы покупаем услугу, мы покупаем услугу не у человека, а у профессионала, прежде всего. То есть, у определенной социальной роли. У каждого из них, у кого мы покупаем какую-то услугу, есть определенная социальная роль, социальная задача, да. И мы не хотим задумываться, когда покупаем бургер, да, там, не знаю, там, в кафе фарш, да, там, когда нам делают бургер, чем живет повар, какие у него болячки, какие у него личные проблемы, нам посрать на это. Ну, признаетесь, да, то есть, нам важно, чтобы он просто нам хорошо приготовил бургер, чтобы руки его были помыты, чтобы он не чесал себе жопы и яйца, когда он будет готовить этот бургер. Правильно? То есть, таким образом мы, когда покупаем услугу, нам пофиг, какая у него личная жизнь, нам важно, какой он эксперт. Так почему же мы делаем, совершаем такую ошибку, когда мы транслируем нашу личную жизнь нашим потенциальным клиентам? Комментарии. В случае с доктором нет, в случае маникюрши, то почему бы и нет? Окей, маникюрша. Понимаете, когда вы транслируете свою личную жизнь, то, скорее всего, как может получиться? Предположим, вы показали, не знаю, свою жену, своего мужа, детей, да? Нахрена мне на ваших детей смотреть? Вот я хочу заказать у вас маникюр, нахера мне ваши дети? Они как-то повлияют на мое мнение, там, не знаю, в сторону того, чтобы заказать у вас маникюр, педикюр, да? Нет, понимаете, наоборот. Может меня раздражают дети, может меня раздражают, не знаю, там, голые тетки на пляже, понимаете? Нафига вы роетесь, себе могилу. Если вы себя позиционируете как эксперт, как маникюр, блин, транслируйте это, пишите про маникюр, рассказывайте. Понимаете, вот я маркетолог, да? И, если вы почитаете все мои посты в Инстаграм, там может показаться, что я пишу про жизнь, но я пишу про жизнь в рамках маркетинга, да? То есть, я, как бы, транслирую свои идеи про отношения, про политику, там, про экономику, при этом затрагивая маркетинг. Сейчас у вас произойдет реально крутой инсайт. Кто подписан на Артемия Лебедева? Да, то есть, вот, там, напишите 10 в чате, да, вот, в комментариях, если вы знаете, кто такой Артемий Лебедев, и вы на него подписаны, там, на его Телеграм-канал, или на Инстаграм. Давайте вспомним, о чем он пишет. Может показаться, что он пишет о жизни, да, то есть, там, у него есть рубрика, где он рассказывает про, там, мусорные баки, да, там, типа, в разных странах, да, там, какие-то дизайнерские решения, там, не знаю, там, какое вино нужно пить, там, то, что он очень скрупулезен к деталям, там, или, не знаю, там, то, что он, типа, там, заметил какой-то там рисунок интересный, да, зачем он это делает? Он это делает за тем, чтобы нативно транслировать своим потенциальным клиентам, что, первое, он профессионал, то есть, ему важны детали, а второе, он перфекционист, он все доводит до идеала, до совершенства, то есть, он транслирует, вроде бы, через нативный, контент, свои принципы, которые он хочет, чтобы потенциальные клиенты о нем поняли, то есть, это все равно профессиональный контент, и оно логично, раз он дизайнер, это визуальная какая-то информация, которую он оценивает, да, как дизайнер, то есть, как творец. По поводу комментариев, у тебя в профиль тоже есть сторис, клубов и дискотек, я говорю сейчас не про сторис, я сейчас говорю про посты, потому что сторис держится сутки, задача сторис другая, задача сторис именно показать, что вы живой человек, и что за вами интересно следить, поэтому мы сейчас говорим именно про посты, потому что первое, что человек будет смотреть, когда перейдет в ваш инстаграм, именно посты. Понятное дело, что, ну, задача сторис какая, там же, не писать посты, правильно, там, а показать, что вы живой человек, вы куда-то ездите, с кем-то общаетесь, то есть, жизнь, да, как бы вашу. И я не доктор, там, медицинских наук, как бы, и в моей работе есть, как бы, большой фактор коммуникации с другими людьми, как бы, и я, на самом деле, не помню, когда я в последний раз ходил в клубы, не знаю, может, вы меня поправите, но я в клубы не хожу, максимум, куда я хожу, это в кальяны, где я работаю, поэтому, замечание, как бы, ну, не в тему. Недавно читала про личный бренд, рекомендации публиковать примерно 10% личного контента, чтобы покупатели доверяли тебе, знали как человек, как это реализовать. Еще раз, смотрите, пример Артемия Лебедева. Он нативно продает идею того, что он крутой дизайнер, через контент. То есть, он не пишет о том, что вот, смотрите, ребята, да, я классный дизайнер, да, вот, я прочитал такую-то книгу, я там это, да, там, оцените меня, там. Конечно, у него это есть, но не 90% там контента. 90% контента, он вроде бы просто оценивает то, что он видит вокруг, с точки зрения дизайнера. На своем примере. Я маркетолог, я могу писать не только о маркетинге, я не призываю вас, если вы маркетолог, писать только о маркетинге. Я пишу про маркетинг, про экономику, про отношения, про психологию, про рекламу, про политику, через маркетинг. То есть, я объясняю политические какие-то движения через маркетинг, да, там, продвижение политических компаний. Я отношения объясняю через маркетинг, через психологию, да. Понимаете, о чем я говорю? То есть не просто писать разные темы, а пропуская через себя, то есть какое вы дадите экспертное мнение, будучи экспертом в какой-то сфере, на какие-то разные темы в жизни, какие-то проявления ваши. Хочется узнать, какая личность тебе делает маникюр, операции, как-то энергетически подходили люди. Вот в этом-то и прикол. То, что если ты оцениваешь человека как профессионала, то на него придут 100 человек. А если он начнет рассказывать о своей жизни, о том, что он слушает Арию, то это понравится 5 людям. А 95 скажут, чувак, нам не нравится Ария, нам не нравится какой ты в жизни, и мы не пойдем к тебе. Соответственно, вопрос, что лучше? Транслировать полностью свою жизнь и показывать себя, либо создать какую-то определенную картинку профессионала. Вы же не думаете, что все эти бузовые, не знаю, там, Бородины, там, Собчак, они все прямо все рассказывают в сторисах в Инстаграм. Это же картинка, это красивая картинка, это определенный образ. Определенный образ, который они оттачивали, который продается, который приносит деньги. Также и Лебедев, и, не знаю, там, другие маркетологи, блогеры, да, там, Партнягин и так далее. У них есть определенный образ, который они сформировали, который продает. Понимаете? Поэтому, прежде чем что-то, там, запостить в Инстаграм, спросите себя, продаст ли это меня, в первую очередь, да, поможет ли это людям, там, лучше узнать мою услугу, там, сконвертит ли это продажи мне. Если нет, не надо постить своих, там, детей, кошечек, собачек, там, как вы на пляже лежите и так далее. Это третий момент, да, то есть, не мешаем лично и рабочее. Дальше. Когда вы пишете описание профиля в Инстаграм, то очень много в профилях в Инстаграм я вижу воды. Очень простое упражнение. Можете проделать, там, после нашего эфира. Подойдите к какому-нибудь знакомому, либо позвоните кому-то по телефону и расскажите ему историю из жизни вашей, да, можете придумать историю. А потом спросите, что он запомнил, ваш знакомый. Как правило, что он запомнит? Люди запоминают факты, цифры и то, что вы повторите как минимум три раза, да. Еще раз, факты, цифры и то, что вы повторите как минимум три раза. Итак, когда вы пишете о том, что в профиле, да, Инстаграм, о том, что вы хороший маркетолог, много отзывов, стоит дешево, что запомнит клиент спустя час? Спустя день, спустя неделю? Ни хрена. Потому что это общие слова, это вода для человека, правильно? Соответственно, когда вы проведете этот эксперимент по телефону, либо с другом, первый раз ему рассказали, второй раз внедрите туда цифры, факты и что-то повторите три раза. И спросите, что он запомнил. Он как раз-таки запомнил факты, цифры, то, что вы повторили три раза. Соответственно, в шапке профиля нужно, чтобы вы использовали именно цифры, факты и усиляли что-то повторением, да. То есть, это как правило SEO, да, SEO-оптимизация, как работает. Нужно, чтобы вы в описании, там, видео, сайте, там, повторяли слова, ключевые, ключевые фразы, по которым вы хотите, чтобы вас находили несколько раз. Тогда поисковая система определяет, что это, ну, тот контент, который люди ищут, да, релевантный контент. То же самое в описании шапки профиля. Не надо там писать факты, которые вообще не продают вас, либо ваша услуга, опять же, там, мама двоих дочек, ну, и чего дальше, как бы, как эта информация мне поможет, как потенциальному клиенту, сделать выбор в пользу вас. Да, ну, если вы занимаетесь, конечно, там, суррогатным материнством, возможно, да, как бы, да, либо вы, там, не знаю, там, эксперт в семейных отношениях, да, для меня это факт. Но, когда вы занимаетесь бизнес-консалтингом, да, и вы пишете мама двоих дочек, это бессмысленная информация для меня, как для потенциального клиента, для бизнесмена. Дальше. Зачем вы пишете размытые формулировки, да, то есть, зачем писать, там, не знаю, там, что-нибудь типа хороший, лучший, там, уникальный, это все вода. Пишите конкретно. Если вы реально хороший маркетолог, напишите, почему вы считаете себя хорошим маркетологом, какие пруфы, какие доказательства. Если вы пишете, что у вас куча полезных отзывов, напишитесь конкретно. За последние полгода 157 довольных клиентов. Это конкретика, это факт, да. Дальше. Там, не знаю, там, не знаю, у нас большая дилерская сеть. Насколько большая? 220 представительств в 85 городах. Это конкретик, правильно? Дальше. Каждый раз, когда вы, там, что-то постите в Инстаграм, спросите себя, это будет заметно в ленте? То есть, когда люди будут листать ленту, это будет заметно? Опять же, правило фокусировки, да, там, вспоминаем о человеке, сидящем в туалете, который, там, только 10% своего внимания, там, может уделить вашему посту. То есть, когда вы выбираете фотографию, там, пишете пост, очень важно, чтобы ваши фотографии, первые, там, 50 символов, они цепляли. То есть, заголовок, он должен цепануть и продать под заголовок, а под заголовок должен продать основной текст. Это правило, там, журналов, газет и, там, этих тизерно-баннерных сетей на сайтах. То же самое в Инстаграме. Помним о том, что у человека куча отвлекающих факторов. У него, там, жена на заднем плане, дети, там, не знаю, там, он племени готовит, там, ему на работу нужно скоро выезжать. У вас есть короткое время, чтобы зацепить его внимание. Соответственно, как зацепить? Яркими какими-то фотографиями, да, какими-то образами, необычными какими-то проявлениями себя на фотографии, да, чтобы мозг зацепился, да, чтобы это был немножко разрыв шаблона. Дальше, в заголовке, ну, вот, в первой строчке нужно вставлять то, что цепанет человека. Там, можно вопрос открытый, да, а как бы вы поступили? Сразу интересно, что же там произойдет, да, либо там, я сломала себе ногу, узнаю, что дальше, да. То есть, человек хочет читать дальше. То есть, вы продаете ему под заголовок и дальнейшее прочтение текста. То есть, вы, на самом деле, когда вы цепляете его внимание, вы продаете, точнее, вы покупаете его время личное. То есть, когда вы что-то пишете там в заголовке, и человек это цепануло, вы купили его еще 15 секунд внимания. Он прочитал под заголовок, вы купили еще там 30-50 секунд прощения всего текста. Понимаете? То есть, каждый раз вы покупаете внимание потенциальных клиентов своих. Так, и как формулировку под формулировку и т.д. засунуть в шапку? Там места нет. Ну, это искусство. То есть, в 200, сколько там, 50 символов вам нужно уложить саму суть. Это называется эссенция бренда. То есть, когда вы... Давайте вот сделаем... Сейчас вот скоро начнем уже анализировать ваши аккаунты, которые вы скинули. Сделайте сейчас небольшое упражнение. Да, там, вы можете сейчас, можете после эфира. Скиньте свой Инстаграм, либо покажите свой Инстаграм родным, близким, либо в Телеграм, и спросите первое, что приходит вам в голову, когда вы видите мой Инстаграм. Как раз-таки на этой идее у меня основано шоу Инстапрожарка, которое я скидывал в Телеграм, и то, что я сейчас буду делать, да, там, когда буду анализировать ваши аккаунты. Первое, что приходит в голову. То есть, вы не анализируете, там, 5 минут, 10 минут, вы не изучаете Инстаграм, прям, ну, не тратите кучу времени, короче, первое, что приходит вам в голову. Потому что первое, что приходит в голову, это то, что на самом деле думает о вас клиент. То есть, понимаете, когда вы, не знаю, там, сделали ваш, там, оформили ваш профиль, да, там, шапку сделали, да, там, фотографию разместили, вы думаете, что клиенты будут прям кучу времени тратить на то, чтобы, там, почитать вашу шапку, там, почитать ваши тексты в постах, да, там, проанализировать все то, что вы, там, старались долгое время, долгое время это все делали. Нет, опять же, 15 секунд. Человек просто быстро полистает, у него в голове сложится какое-то впечатление о вас, все, дальше он закрывает. И после того, как вы, скажем, ему показали аккаунт Инстаграм с одеждой, предположим, вы девушка, да, на следующий день в курилке, либо где-нибудь там в кафе, вы, предположим, вас зовут Наталья, скажете своей подруге Оксане, Оксан, слушай, а я вчера смотрел аккаунт Инстаграм прикольный, да, там, короче, вторая сумка в подарок. Вот все, что она запомнила о вашем Инстаграме. Ни дизайн, ни модели, фотомодели, ни описание профиля, да, вот акцию. Она запомнила акцию, да. Это называется эссенция бренда, да. То есть, это, по сути, синергия всего того, это сухой остаток всего того, что человек о вас запомнил. Таким образом, переведу пример, как запоминают вас. Знаете такое приложение GetContact? Вот кто знает, кто слышал, поставьте плюсы. Кто не слышал, приложение GetContact позволяет узнать, как вас записали в телефонной книге, там, ваши друзья, знакомые, либо вообще незнакомые вас люди, да. То есть, и как там вас пишут, да, скажем, если вы бухгалтер, то там будет написано Елена Бухгалтер, да, там, если вы, там, не знаю, там, коллектор, то написано, там, Женя коллектор, либо Женя выбивает долги. Если вы любите побухать, там, так и будет написано Олег Бухач, да, там, там, если вы познакомились в бане, то это написано будет, там, Соня Баня, да. Вот это эссенция вашего личного бренда. То есть, прикиньте, вот это слово, либо фраза, которая в телефонной книге, это то, как вас воспринимают люди. Так же люди и воспринимают ваши инстаграмы, так же люди воспринимают ваши продукты. Они выцепляют только самую суть, самое важное, да. При этом, очень важный момент, следующий инсайт. Люди не запоминают больше трех фактов, да. Максимум три факта о вас, либо о вашей компании, люди будут доезжать в голове. Не больше, не меньше, только три факта. Именно поэтому я не пишу все кейсы, с кем я работал в шапке профиля, я пишу три основных. Это Тони Робинс, Аяс Шабудин и Блэкстар, да. Потому что именно это люди запоминают. Да, я, естественно, работал с другими компаниями, да, естественно, я, там, работал с другими спикерами. Но люди, опять же, запоминают только три факта. Три кейса, три факта. Поэтому, понимая то, что люди запоминают только три факта, только это вам и нужно транслировать. Ни больше, ни меньше. Не надо рассказывать все о вашей компании. Не надо стараться загрузить человека информацией, потому что он все равно это не запомнит. Три факта максимум, не надо больше. Алена, иммиграционный консультант. Смотрите, правило формулировки оффера в вашей шапке профиля должно быть по смарту. Слышали ли вы технику смарт? Кто слышал про технику смарт, напишите цифру 9. Техника смарт, когда вы формулируете вашу цель, это связано с целеполаганием, по определенной методике, чтобы ваша цель содержала конкретику, она была измерима, она была оцифрована в определенные временные промежутки с мотивацией это делать и с конкретными инструментами. То же самое вы должны использовать, когда вы формулируете ваш оффер в Инстаграм. То есть он должен быть конкретным, измеримым, достижимым, с конкретными понятными результатами и инструментами достижения и временем. Пример хренового оффера. Алена, иммиграционный консультант. Это пример хренового оффера, да, там шапки профиля в описании. Пример хорошего профиля. Помогла за последние полгода переехать 500 людям в новую страну за счет того-то, того-то. Либо за две недели помогу вам с эмиграцией во Францию за 300 долларов. Это конкретика. Потому что люди, опять же, запоминают только цифры, факты. И то, что мы повторяем несколько раз. Вот это конкретика. Потому что, опять же, человеку за 15 секунд нужно решить. Вы ему нравитесь, ваша услуга ему подходит, либо не подходит. Понимаете? То есть люди не будут тратить больше времени, чтобы разобраться в том, что вы предлагаете. Сколько бы вы времени не тратили, все равно это долго для людей. Итак, давайте теперь, да, напоминаю, что все, кто сделает сторис с моей отметкой моего профиля. У меня аккаунт Небо Табу называется. Сейчас я продублирую сюда. Все, кто сделает отметку в сторис моего профиля. Я всем скину секретную ссылку на доступ к большому количеству бонусов. 10 гигабайт книг по маркетингу, по бизнесу, по психологии. Полезные таблицы для каждого маркетолога. И 6-часовой мастер-класс по поиску крупных клиентов и по открытию агентства рекламного. Кому интересно, кому нужно, пожалуйста, отмечайте меня в сторис, пишите обратную связь, насколько вам понравилось данное видео, данный прямой эфир, насколько было полезно, какие инсайты. Отмечайте мой инстаграм и в директ вам прилетит секретная ссылочка. Итак, теперь будем переходить к разбору профилей. Кто готов, готовы ли вы, насколько вы готовы, поднакидайте мне сердечек. Если сердечек будет много, я сейчас уже начну разбирать ваши аккаунты, которые вы мне скидывали. Сразу предупрежу, чтобы вы не обижались. Обратная связь может быть жесткой. Чисто мое субъективное мнение, как маркетолога с 8-летним стажем, можете мне доверять, можете нет. Никого не хочу обидеть. Чисто даю обратную связь, опять же, для того, чтобы вы, может быть, что-то улучшили. И я хочу как лучше. У меня нет задачи вас обидеть, у меня задача дать обратную связь, свою экспертную. Итак, мне накидали несколько аккаунтов. Сейчас буду показывать то, что мне, соответственно, кинули. Итак, первый аккаунт. Продленка Королев. Так, ну, что-то связано... Я сейчас буду говорить свои мысли, да, там, в прямом эфире. Итак, что-то связано с продленкой. Городской лагерь и продленка с 8 до 20. Непонятно, это время, либо это возраст. Встретим со школы, поможем с уроками, вкусно накормим, погуляем на своей игровой площадке, поиграем в творческий досуг, записаться тут. Класс! Но ни хера не понятно, а мы это кто? Кто вы есть? Вы педагоги, специалисты, активисты, педофилы. Кто вы? То есть можно предположить, что меня, моего ребенка встретят со школы кто? То есть я бы не хотел, чтобы он встретил педофил со школы. Я бы хотел, чтобы он встретил конкретная женщина какая-то, которой я могу довериться. Покажите эту женщину, где эта женщина? Что-то я эту женщину не вижу нигде. Понимаете? То есть вот эти вопросы, они будут у людей всплывать, потому что у меня они всплыли, мне надо понимать, а кто эти люди, кто будет встречать моего ребенка со школы, помогать с уроком и вкусно кормить, а чем кормить, почему вкусно, с чего взяли еще вкусно, конкретно чем вы будете кормить, погуляем на своей игровой площадке, покажите эту игровую площадку. Куча вопросов. Соответственно, нахрена делать такое описание профиля, которое сразу столько вопросов у человека рождает, у клиента. Опять же, говорю просто все, что приходит в голову первое. Дальше. Градусник и шприц. У меня сразу ассоциация с какими-то наркоманами. Понимаете, в чем прикол? Даже если вы плохого ничего не хотели здесь показать, все равно у меня ассоциативный ряд уже пошел. Наркоманы, да, то есть педофилы, наркоманы, как бы, ну, я не знаю, может, я такой просто испорченный, но у меня так, если у вас по-другому, либо вы со мной согласны, там, напишите в комментариях, то что вы тоже думаете. Так, ну, понятно, что здесь про коронавирус, но изначально, как бы, меня напрягла эта фотография, а эта эмоция, даже если я понимаю, что она про коронавирус, как бы, ну, я понимаю, логически, да, мозгом, все равно эмоция у меня достаточно осталась неприятная. Зачем плодить неприятные эмоции в своем инстаграме, тем более, когда вы работаете с детьми? Вот, поэтому следите за этим обязательно. Так, дальше давайте идем. Ну, буду короткие такие отзывы давать. Татьяна Шугарин, Воск, Омск. Так, ваш мастер по воску и сахару. Консультант по лечению несовершенств кожи, связанных с депиляцией. Телефон Омск, нефтяники, пиши в WhatsApp. Ну, первый вопрос, нахрена дублировать здесь телефон, если вы здесь все равно, ну, ставили ссылку на WhatsApp. То есть, ну, как бы, зачем два раза писать одно и то же. Второе, вот это вот восклицательный знак и знак вопроса. Консультант, вы, как бы, не уверены в том, что вы консультант по лечению несовершенств кожи? То есть, тут вопрос просто стоит, типа, неужели я реальный консультант? Ну, как бы, непонятно, да. Дальше, при чем тут кактус? Типа, ну, кожа, видимо, да. То есть, ну, как бы, мне не сразу понятно, может, почему, потому что я мужчина, но окей, ладно. Как бы, не хочу обидеть Татьяну, но, Татьяна, вы не модельной внешности, как бы, и поэтому, ну, вот такие вот фотографии, как бы, выкладывать, ну, как минимум смело, да, как максимум глупо. Поэтому, как бы, если вы понимаете, что, ну, внешность вам не играет конкретно на этой фотографии, да, ну, можно же другой ракурс найти, вот здесь вы более симпатичный, да. Но, зачем, как бы, ну, вот так вот выставлять, если, ну, это не продает, а это не продает. Не забываем, что Инстаграм – это визуальная площадка, как бы, и здесь очень ценят, как вы выглядите. Я не хочу, опять же, никого обидеть, но девушки будут думать именно так. То есть, они хотят видеть красивые лица, ухоженные, там, модельные внешности. Это правда, это горькая правда, да, может, кому-то нравится, кому-то нет, но это факт. Дальше. Вот фотографии в процессе, да, вот, ну, вот, как будто ему плюнули на шею, да, там, не знаю, харкнули на шею, там, либо, не знаю, что это, блин. Ну, как бы, я мужчина, я, может, не понимаю, может, это реально вот эти фотографии продают, но какая цель этой фотографии? Типа, показать процесс, там, блин, ну, не знаю, я не понимаю, что здесь вообще, что это происходит здесь. Дальше. Вот это при чем тут? Никогда не рвалась в это место цирк. То есть, вы рассказываете, как вы с ребенком ходили в цирк. Опять же, как это помогает вам продать вашу услугу по несовершенству кожи? Причем тут ваш сын, причем тут цирк? Дальше. Кто я? Окей, давайте почитаем, кто вы. Я ведьма? Класс. Я не хочу доверять свою кожу ведьме. Ну, блин, ну, ребят, как бы, ну, настолько глупо то, что вы пишете иногда, ну, правда. А как же доверие? Без личных фото не будет ведь. Я про доверие уже рассказал 15 минут назад, может быть, вы просто присоединились позже. Я это все объяснял, потом в записи посмотрите. Либо, ребята, пусть там кто понял мою мысль, ну, ответьте на этот вопрос. Не хочу повторяться. Дальше. Что это еще тут вижу? Понимаете, вот вы консультант по лечению несовершенств кожи. Что вы должны, как бы, ну, как бы рассказывать в этом профиле? Давайте накидаем, не знаю, 10 тем для Татьяны, что она может рассказывать в своем аккаунте. Только не про детей, ни какую-нибудь херню, там, не надо там, очень стремные фотографии. О чем она может рассказывать? Да до хрена тем, ну, серьезно, там, не знаю, там, причем не обязательно себя показывать, да, то есть можно экспертность, как бы, раскрывать через, как будто бы вы компанию, да, там, вы там салон красоты. Ну, короче, каждый пост, каждая буква вашего инстаграма, она должна продавать. Если вы понимаете, что оно не продает, вот давайте пример приведу, последний, и закроем этот аккаунт, и к следующему перейдем. Предположим, вы эндокринолог, да, то есть ваша задача людей делать худыми, да, то есть вы лечите проблемы, связанные с эндокринной системой. Вы бы доверились эндокринологу, который сам жирный? Вот да, либо нет, скажите. Вы бы доверились маркетологу, который продвигает инстаграмы, у которого 100 подписчиков? Да, либо нет. Вот, напишите. Соответственно, когда нам, как бы, диктуют о том, что нам пишут, что я консультант по лечению несовершенств кожи, мне хочется видеть, ну, я мужчина, не знаю, может, у женщин по-другому, но мне хочется видеть ухоженную, с идеальной кожей модель. Если вы не такая, не знаю, наймите актрису, пусть у вас будет какой-то амбассадор бренда, пусть клиентка ведет ваш инстаграм, который красивая, с сиськами, с попкой, там, с фигурой красивой, с идеальной кожей. У вас будет больше продаж, какая вам на хрен разница, зачем вам себя показывать? Вы можете быть просто специалистом, который ходит в маске, делает этот шугаринг, пилинг в салоне красоты. Но это же вам антиреклама просто, правда. Окей, без обид, опять же, еще раз, никого не хочу обидеть, просто даю обратную связь. Дальше. Данил, которому 14 лет. Вот вопрос, вот то, что ты пишешь, у тебя 14 лет, это твое преимущество, либо это, что это, как бы, типа, как это я должен воспринимать, типа, ого, охуеть, Данилу 14 лет, все, круто. Дочитаю дальше, да, как бы, ну, в чем прикол, да, снимаю крутые сторис, что есть в блоге, ну, как бы, обычный лайфстайл-блог, просто парни, да. Ну, какая задача у этого блога? Ну, то есть, смотри, ты пришел на марафон по Инстаграму, видимо, ты хочешь, не знаю, там, что-то здесь, чему-то научиться, да, там, какая цель у тебя у блога? Непонятно просто. Вот это вот, пишу свои мысли, заряжаю, ну, странно, если ты писал чужие мысли, заряжаю людей мотивацией, молодец, ты что, Тони Робинс, что ли? Постоянно совершенствуюсь, в 14 лет особенно, да, круто. Ну, то есть, вот эти три фразы, они ни о чем вообще, ну, то есть, вообще, как бы, они никак тебя не описывают, как человека. Если ты написал, что ты, не знаю, там, тебе 14 лет, и в 12 лет ты выиграл Олимпиаду по математике, и ты, хотя бы, хоть что-то было. Так, дальше. Тату, 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 татау, татау дизайн, давайте посмотрим татау дизайн, дизайн оформления аккаунта, Татьяна, творческий технар, разгребуй твой мусор в ленте. Когда вы пишете, разгребуй твой мусор в ленте, в наше сознание попадает слово мусор, и последующее описание, оно идет уже со словом мусор. Это, знаете, это как, если я вам скажу, не думайте о красном медведе, у вас в сознании появится красный медведь, да. Если я вам сейчас скажу, представьте дольку лимона, положите ее на язык, у вас начнется слюноотделение. У нас сознание, оно не видит отличий между тем, что мы говорим, и тем, что есть на самом деле. То есть, когда человек приговаривает, а именно так вы делаете, когда вы читаете какой-то текст, если вы не владеете техникой скорочтения, вы все равно приговариваете текст, который вы читаете. Вы сейчас прочитали слово мусор. Это слово у вас отложилось в мозгу. То есть, что происходит, когда вы прочитали слово мусор? Наше сознание пытается найти, что такое мусор. Оно пытается вспомнить, как выглядит мусор. Таким образом, в голове у клиента всплывает картинка мусора. Вопрос. Как то, что человек подумает о мусоре, поможет вам продать услугу по ведению Инстаграма или чем вы там занимаетесь, я так и не понял, к сожалению. Опять же, к слову об упаковке. То есть, прочитав описание вашего профиля, я ни херна не понял, чем вы занимаетесь. То есть, вроде креативно написано, но я ничего не понял. Что вы предлагаете, какая мне от этого польза, нужно ли мне заказывать у вас какую-то услугу. Какую пользу я от этого получу. Ни хрена не понятно. Соответственно, когда вы пишете вот такие слова, типа а-ля креативные, задайтесь вопросом. Как это поможет клиенту у вас купить? И хотели бы вы, чтобы ваша услуга, либо вас ассоциировали с мусором, о котором вы написали? Вот вопрос. Давайте дальше. Итак, дизайн соцсетей. Все, пошли фотографии. Значит, вот этот стиль общего шаблона, который был популярен полтора-два года назад. Значит, вот, видимо, у нас Татьяна собственная персона. Ну, давайте. Итак. Сегодня опять полезняшка. Закидывайте в заметки, пригодится. Вот вам программы для обработки фото, которыми я пользуюсь. Есть еще вопросы по программам. Был полезен пост? Тогда с вас лайк и жду вас в следующем посту обработки фото. Вот небольшой лайфхак для Татьяны. Вот просто пример. Вот ты выдала людям полезный контент, список сервисов. Да, и есть такое понятие в рекламе, в маркете, как незакрытый гештальт. То есть, вот тебе вопрос, да, если на бесплатной консультации, то есть, предположим, ты пришла ко мне на бесплатную консультацию, моя задача с тебя денег заработать и пользу тебе дать, да, твоя задача получить пользу, да. Вот вопрос. Если на бесплатной консультации я тебе все выложу, все объясню, да, какой тебе понт идти ко мне платить деньги, да, никакого. То есть, я за бесплатно, я дурак, я альтруист, отдал тебе полностью всю информацию, да, а ты за это не заплатила деньги, там, и ушла дальше. Соответственно, как бы мне пипец, то есть, ну, как бы я дурак, я лох. Так же и ты лох, потому что ты выдала всю информацию, человек почитался, покивал головой и ушел, понимаешь. То есть, ну, нету, как-то сказать, нету продажи следующего действия. Вот вы когда смотрите сериалы, вы смотрите сериалы почему? Потому что вам интересно, что будет в следующей серии, правильно? Если вам в первой серии же все расскажут, покажут, и, не знаю, знаете, вот бывают трейлеры фильмов, где как будто бы краткое описание фильма. Вы такое посмотрели, думаете, нахера мне идти на фильм, если тут уже все показали? С кем, не знаю, переспит главная героиня, что она в конце умрет и так далее? Думаете, нахера мне дойти в кино, если я уже знаю концовку, правильно? То же самое и здесь. Когда вы что-то пишете в Инстаграме, в текст, да, ну, оставляйте какой-то, блин, я не знаю, недосказанность. Пусть люди додумают. Задача вызвать эмоцию, чтобы человек написал это в комментариях, а когда вы все выложили просто списком, да, ну, какой пункт человеку что-то писать? Нет мотивации, да. Сейчас я просто покажу пример, да, там, связанный именно с сервисом, да, раз уж там пост про сервисы был. А вы скажете, как бы, круто я сделал, либо нет, да, то есть рабочая, нерабочая схема. Сейчас я полистаю, переключу камеру, подожду, пока прогрузится. Я, к сожалению, не успею всех разобрать, кому хочется тоже разбор получить, пишите мне в директ, да, там, пообщаемся. Не забывайте отпечатать меня в сториз. Все, кто отметит меня в сториз, получат секретную ссылку от меня с бонусами. Помните, я сказал, да? Так, да что ж такое? Не прогружается что-то. Короче, у меня в аккаунте в Инстаграм, не буду занимать ваше время, у меня в аккаунте в Инстаграм был пост. Можете у меня найти, он назывался, по-моему, топ-15 сервисов для маркетолога. Я 14 сервисов написал, и в конце говорю, кто хочет самый мой секретный сервис, с помощью которого я набрал 10 тысяч друзей в ВКонтакте, не платя за это ни рубля, напишите мне в комментариях, хочу 15 сервис, и я вам вышлю в директ. У меня там было порядка тысячи комментариев. Тысячу, да? Вот вопрос. Сама суть контента и у нее, у Татьяны, и у меня одинаковая. Но кто получил больше профита? Я. Потому что я создал желание человека получить, дополучить. Понимаете, о чем говорю? То есть, вот это вот, по сути, что такое маркетинг? Это создание напряжения у клиента. То есть, создание вот этого состояния недосказанности. А когда все понятно и, как бы, все очевидно, ну, как бы, ну, все финально, все, как бы, вы высказали свою идею, все, и клиент, как бы, думает, ну, окей, а что дальше, да, как бы, и пошел. Понимаете? То есть, ваша задача, когда вы создаете рекламу, создавать недосказанность, создавать ощущение жжения, напряжения у клиента внутри. Дополучить, правильно, да. Понимаете, да, о чем говорю? Итак, давайте, финалить эфир, скоро уже закончится мое время, у меня час, после часа эфир сам автоматически отрубается. Давайте напомню еще раз, кто меня отметит в сториз, получит секретную ссылочку в директ, пишите свое мнение о том, насколько вам было полезно, инсайты ваши, мне будет очень приятно вас читать, следите за моими постами, там очень много пользы. Напишите сейчас ваши вопросы, да, то есть, какие у вас сейчас есть вопросы. Касательно того, что я сегодня объяснял. В оставшееся время постараюсь ответить. Да, ну и покидайте лайки, если вам было полезно, вам понравилось, вам прям зашло, были какие-то инсайты, какие-то идеи новые, да. Так, сейчас скину на свой аккаунт еще раз. Вот, вот мой аккаунт, у меня ник, вот такой вот, небо табу, вот он, вот он мой ник, отмечайте меня. Очень много полезного пишу, там всякие видео, посты, все. Итак, какие вопросики, давайте посмотрим. Так, был вопрос, нужно ставить хэштеги в шапке профиля. Смотрите, я поставил хэштег в шапке профиля, чтобы люди, когда на него кликали, они попали на посты мои полезные, да, там, с моим хэштегом. То есть, вы можете использовать хэштег в шапке профиля, потому что он активный, на то, чтобы люди попали на серию каких-то постов, да, то есть, публикаций. Но, по факту, он особо не влияет. То есть, зачем нужен вообще заголовок и описание профиля? Потому что именно по заголовку названия вашего профиля, описанию в гугле, в яндексе вы можете выскакивать. Да, то есть, когда люди, вот простой пример, да, вам. Вот я сейчас вобью в гугл, да, там, Макс Белоусов, смотрите. Да, вот, Макс Белоусов. Вот, я вбил Макс Белоусов. Давайте смотреть, что здесь. Мой сайт, ВКонтакте, видео, да, из Ютуба, ВКонтакте, Ютуб. Вот мой Инстаграм. Почему? Потому что здесь есть ключевое, Макс Белоусов, и здесь в описании Макс Белоусов, видите, да, вот. То есть, заголовок нужен, ну, как бы, как я считаю, да, больше для SEO. То есть, ну, как бы, название и заголовок профиля больше нужен для индексации в поисковых системах. Плюс еще очень важно, когда в Инстаграме люди ищут, да, там, по ключевому слову, там, при этом не надо писать общие формулировки фразы. То есть, не надо просто писать маркетолог, либо директолог. Напишите конкретно маркетолог в Москве. Потому что, как правило, люди могут искать именно такие точечные запросы, да, то есть, и вы не сможете конкурировать с 10 тысячами маркетологов, у которых есть в шапке название маркетолог, но при этом, когда вы пишете маркетолог в Москве, люди вобьют это в поиски, больше шанс того, что вы покажетесь. Да, понимаете, да? Так. В гугле все себя находят. Ну, смотря что там находят. То есть, мне важно, чтобы первое, что там выскакивало, это мой сайт, он там выскакивает. Там также выскакивают мои видео, которые проиндексировались там с определенными ключевиками. А третий момент очень важный. Если вы вобьете Максим Белоусов, я не буду выскакивать. Я именно проиндексировался по Макс Белоусов. Потому что Максим Белоусов много. Там какие-то политики, диджеи и так далее. А по Макс Белоусов там практически один. Так, 10 гигов книг, прочитаем и будем. Как ты? Что, я не понял вопрос? В сторис показывает все для продажи или можно разбавлять личной жизнью? Опять же, задача Инстаграма через личную жизнь, через визуал продать вашу услугу. Если вы пришли в Инстаграм именно продавать. Если вы как, не знаю, там, как 14-летний парень пришли саморазвиваться, ну, можете писать про саморазвитие. Так, какие еще вопросы есть? Понятно, что ничего не понятно. Сколько нюансов? Спасибо вам. Ну, у меня, к сожалению, только час. Как правило, там, ну, вот, скажем, вот, у меня есть обучение по маркетингу курса. Он состоит из 60 часов. Да, вот, представьте, 60 часов. Я сейчас вам просто покажу. Просто, чтобы вы понимали, что на самом деле раскрыть тему даже одного Инстаграма, одного, там, тему упаковки нереально. То есть, вот, пожалуйста, вот у меня, вот все уроки в моем курсе, да, это вот, 60 часов просто. 60 часов я объясняю то, что я вам пытался объяснить за час. Вот, пожалуйста, вот все эти уроки, вот. Тем-то куча, понимаете. Я коснулся сегодня только Инстаграма, упаковки и позиционирования. Вот они, пожалуйста, куча тем. Поэтому, ну, успел, что успел. Надеюсь, вам было полезно. Вот, даже уверен, что вам было полезно. Так, нет, профиль уже не успели. Уже буквально осталось минута-две. Дальше меня отрубят Инстаграм. Поэтому спасибо вам всем, что были на прямом эфире. Всем желаю удачи. Не обижайтесь. Моя задача вам дать честную обратную связь. Еще раз, это мое чисто субъективное мнение маркетолога с 8-летним стажем. Можете ему либо доверять, либо нет. Отмечайте меня в сторис. Всем, кто отметит сторис, скину в директ полезняшки. Мой аккаунт Небо Табу. Еще раз, сейчас я продублирую. Вот мой аккаунт. Все, посипки. Желаю вам успехов в Инстаграме. Больше подписчиков, больше продаж, высоких конверсий. Всем удачи. Пока. Всех люблю. Все. Окей.